Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию суперспасибо и заказываем батл на любимых исполнителей. Михаил, спасибо большое! Ребятки, слушаем и смотрим батл. Пошумим, друзья! Пошумим, ребятки! Субтитры делал DimaTorzok Я уверен, это будет охуенный батл. По итогам жеребьевки первым начинает МЦ справа. Дайте шоу, яу! Первый раунд, погнали, яу! Куда? Ведь РБЛ теперь... Ведь РБЛ теперь филиал Дай Краба и пусть от сосутся хейтеры. Поэтому сектор будет читать мой текст, а я текст сектора. Мне дали в пару настоящего мастера-пера. Но ты совсем не пухлый и нихуя не шиномонтажник, скорее черт ёбаный. Забе поставил нас... Ну что, ребятки, начало интересное, да? Нашли такие, пошли такие панчики интересненькие, да? Ну не такие плохие, да, а такие интересненькие, да? Интересное начало, ребятки. В пару, значит, мы идем в столовую. А в прошлый раз тут был прекрасный сет от диджея. Тогда нам досталось три валета, а теперь меня поставили на слив. Будто у нас кабино в туалете. Таких... Тебе показалось, нет, нет. Такого не было. Не было такого, не было такого момента. Не было, не было. Таких, как ты, разбирали... Тебя послали, как хорошего мастера. В баттлах много раз, ведь на эти факты так просто. Но вас баттлили слабо. Теперь эти реперки разложены неправильно, как карты в киосках. Это... Это удар в спину. Ну хорошо, да, считай, в акапельном баттле его слушать приятно. Молодец, голос хороший, да. И рэпчик дает. Опять не нравятся очки. Дает рэпчика. Хочется глаза увидеть, да? Ведь глаз не показывает. Зачем? Не знаю прям. Теперь разъебом будет этот глупый поц. Рогато животное попыталось предать Христа. И удалось... А вот эта часть агрессивная. Лук стал ее большими буквами. А ты сейчас лох. Из-за этих двух строк полицейских закрыли. Капс лок. Еблан, стоп, твой. Баттлрэд проебет тебе. Пизда явно. В твоем тексте живут организатор Версуса, отец Аксибирона, Бетен из Баянов. Вообще, я слышал, что у Антона нет мотивации на меня тут навалить приколов. Но, чтобы сектор меня не набидел, буду хуярить его одним приемом. Ведь каждый мой баттл, это прикольно. Наверное. А ты думал, что раз есть города-герои, значит есть еще и города-злодеи. Каждый твой панч через ты думал. Заебать меня с этим успели вроде все. Но кто виноват? Пока ваши рэперки витали в облаках, я прочитал их как комиксы. А знаете, вот этих рэперов, которые панчат типа «Я делаю что-то там? Заби меня так-то». Это же пиздец, друзья. Собираешься на гейскую орбью? Заби меня. Не возьмет, да? Кому ты там нужен, да? Скажи. Ну, он же не друг его. На какую оргию ты поняла? Поняла, конечно. На какую? На диско, он сказал. Диск? На диско-оргию. Ведь я пиздец, Сургит. Вам соврать сейчас натуре не дам. У меня есть чемодан, который не умеет материться. Это мой культурный багаж. И сейчас здесь... Молодец. И сейчас здесь как нехуй его к нему я применю. Я свою хуй в дырку от компакт-диска. Так я ебу эту игру. Точно диско-диско тогда он сказал. Хоть вернулся по счастливой случайности. Ведь сейчас сказал украинцам таможня. Здесь нельзя. Иван, спасибо, ребята. Здесь респектую хохлам. Обожаю город Киев. Ведь выигрывал бильярд. А ты... А ты зашел... А ты за... Слушай, я прям жду, когда ответ будет. Вот этот исполнитель, я его не знаю. Сектора мой, кажется, слышали как-то. Что-то я забыл, не помню его. Неинтересно, какой ответ будет. Мы вышли, но очень мало его смотрели. Неинтересно, как он его... Вообще, как он будет читать. Это молодец, мальчишка. Мне нравится. Шел однажды в лифт, и в нем катался целый день. Катался вверх там или вниз, ведь ты пытался позвонить, а... А каждый твой панч пиздеж. Ты просто прокачал убеждение. Тебя возбудил нормативно правовой акт, и ты вошел в положение. Ты наврал однажды в батле, и теперь тебе не верят. Это я писал в стол так, что в Икеа охуели. Читать на батлах банальности, те, кто еще не отвык. Тебе ебали двое сразу, ведь ты стереотип. Время летит. Не знаю, посмотрим, да? Какое? Я понял, что вас несложно валить. Я подрубил креатив. Меня невозможно убить. Горячо. Посмотрим, посмотрим. Горячо с вами, как хочу. Ведь вы тут что-то напутали. Разбери, Майюри. Мовку соберешь, кубик Рубик, и я отъебу тебя. Посмотрим, как получится. Так, чтобы ты охуел. То, что ты пидор улицы шепчет. Ага. А СМР. А ты хочешь, чтобы я тут навалил ньюскульные рэпчины? Еблан, что ли? Как говорил Трэвис Скотт, я не особ Рокки. А ты? Ну, сектор так добродушно, да, на него смотрит. Да, да, да. Вроде как атмосфера у них такая доборожелательная. Ждет, ждет, выхода ждет. Молодой человек активный, такой шустренький, даже подпрыгивает. Текст у него не злой. Интересно слушать его, ребятки. Мне он нравится. Пока начало, пока трэши не слышу я, ребятки. Но мне нравится, ребятки. Мне кажется, по стилю они прям разные, да? Вот сектором таким серьезным кажется. Выглядит такой прям серьезный молодой человек. А это прям, ну, такой, знаешь, ну, молоденький. И у него такие шутки такие, молодежные. Да, слушай, я не пойму, как это будет вместе. Мне интересно. Ждем. Сейчас вот как второй исполнитель будет говорить, да? Ну, сектор зовут. Интересно, да. Я чего не помню, между прочим. А ты любитель старой школы батл-рэпа. Ну, конечно. Должен быть слишком далек. Для тебя стоп-слово, это батл-площадка для ног. Молодец, да? Я отпижу тебя по истрочкам и по почкам, потому что здесь так надо. И ты быстро отлетишь. Ведь твой рейс без пересадок. Дальше... Молодец. Мне нравятся его панчи, такие они легкие, да? Скажи. Да, легкие, не злые. Да, интересно слушать его, да. Дальше по плану нужна актуалка, чтобы батл смотрелся красиво. Да. Как Снайдер на восьмой день своей жизни сильно утомил Рабвина. А ты... А ты на моде повернут. Мне же свои прикиды часто довольна. Когда врач на осмотре попросил тебя показать язычок, ты зачем-то снимаешь кроссовки. А твой... Молодец. А твой ебаный тексток тут не покажется жестким. Пока твоя рука это типа животное, краб, и ты даешь его, когда судить надо. Ну, что могу сказать? Держи собаку. Называть... Молодец, да? Называть руки животными это прикольно. Вроде примерно так Максим Кац дрочит, а... Твоя площадка была названа в честь этого жеста. С нее я пришел сюда вкалывать, делать панчи. Да такие, чтобы толпа не могла сказать ни слова после текста. Ты командуешь крабами, как командир крабов известный. Еее! Еее! Сначала была... Молодец. Сначала... Сначала была жаба, теперь краб. Эрбелл это че, блядь? Контактный зоопарк? Эрбелл! 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 Ну тогда вашим животным пиздец. Ведь мои тексты огонь. Сегодня как нехуя сделаю эту белую лошадь хромой. Эрбелл! 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 Позже... На вас устроить охоту. Ведь... Ведь ты ебаный алкаш! Своего первого сына ты будешь учить играть на гитаре, чтобы у тебя был Барт! По нему же... По нему же видно, что он часто любил пить. По правде ты выглядишь так, будто давал клятву с рукой на винной карте... Эрбелл! Эрбелл! Да что, своими анекдотами, теперь не достичь моего уровня. Ты решакнешь мне дорогу, и как немцов спокнешься. Вот Нил однажды прилетел на Луну, и там растекся. Пиздить у меня в крови, чтобы обойтись без последствий, ты меня слушай. Ну, у него прям вот, знаешь, нет в его подаче агрессии, да? Он и сам смеется, и зал его поддерживает. У него такие легкие панчи, да? Добрые, да, такие нормальные, нейтральные, добрые. Как-то раз я ходил в кафе 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 в кафе. И там отобрал у него часть суши. Отобрал часть суши, мы старались. Есть вопросы, на которые даже самые умные люди не способны дать ответ. Стивен Хокинг, умирая, сказал, я не знаю, настоящий ли на РБЛ Леха Мей. А ты, еблан, у меня есть инфа, который оставит тебя без боя слиться. Кто не знал, сектор пиццерии подрабатывает кусочком пиццы. И тебе по правде-то тут нечего сказать, лох. Ведь на прошлом батле ты молчал, что? А еще на прошлом батле ты сказал раунд... А еще на прошлом батле ты сказал раунд, чтобы закончить раунд. Это был первый раунд, Дэнси Справа, как вам? Сейчас... Сейчас спросят ваше мнение по раундам. Антон Забе, погнали, Л. Это был первый раунд, Дэнси Справа, как вам? Ну, что сказать, да? Ну, первый раунд, это хорошо, он энергичный очень. Отыграл хорошо, да. Легкий такой раунд у него. Подготовился. Не агрессивный. Есть немножко мало секретиков. Ну, и анекдот у него есть. Секретиков, по-моему, не было никаких. Это были шутки такие добрые очень, да. Один секретик был у него, да. Ну, добрые шутки, ничего такого не было страшного. Ребятки, сектора не помню. Вот не помню, ребятки. Жду с нетерпением, какой будет ответ. Вот интересно, как они друг с другом сработаются. Прям вот интересно, ребятки. Во-первых, вот этот молодой человек моложе вот этого парня, да. И как-то вот они... Ну, может, и не сильно моложе? Ну, нет. Ну, не сильно. Секторы вроде постарше, он посерьезнее выглядит, да. Да, как-то и на вид они как-то, ну... Совсем разные. Совсем разные. Мне интересно, какой будет у них вот батл. Слушаем, ребята, с удовольствием, да. Игорь, 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 Игорь. Игорь его зовут, запомни. Значит, МЦ справа Игорь. Игорь, отвечает первым раундом Сектор Дэйдис Трубьева. Первый раунд, погнали, йоу. Горячий. Мой пиздюк. РБЛ. Филиал Дай Краба. Пусть заглатывают болт-хейтеры. Я буду читать текст МЦ справа. А он будет... А он будет читать мой текст. Оу, чел. У меня есть в этом опыт, а ты впервые. Надеюсь, ты точно готов? Так неторопливо читает, да? Да. Не спешит вообще. Начало интересно, да? Не спешит. Просто раньше мой текст еще не отскакивал от молочных зубов. Боже мой, бро. Как это работает все? Батлишься такой, живешь, думаешь, что все еще молодой. Но это, блядь, ровно до того момента, как судьба тебе не дает в оппоненты чела 2000 года рождения. Молодец, да? Преклассно, классно. Вот это вот, ну, хороший панч, да? Ну, такой, к месту. Понимаешь, что ты этим хочешь сказать-то? Типа люди 2000 года рождения. Знают достаточно слов, чтобы забатлить. Они другие уже. Сейчас 24 уже. Гомфорд был 97 года. Ты 2000. А ты какого? Честно говоря, приключение то еще. Ощущение, что в этот турнир я пришел за головой гном-гномочек. Нормально сказал. Такой молодой батлрейтер. Все еще похож на ребенка. Прежде чем переобуться, он встает на картонку. Как-то ты еще слишком юм. Как-то неправильно это вроде. Блядь, спам 25. Я надеюсь вам... Он решил свои приколы, свои панчи построить на том, что Игорь, вот этот сектор, точнее, на тебя справа, да, моложе него. Мама не слышала, как вы созваниваетесь в дискорде. Да. Но, мое уважение, это ж надо уникально так выглядеть. Ощущение, будто молодой Платон решил, что его призвание заправлять принтеры. В мире батл-рэпа ты как бы студент, но я, наверное, влип. Считай, что я твоя дипломная работа. Молодец, да-да. Тема грипп. Неожиданный шум, но респект. Как ты уже понял, я не собираюсь тебя разъебывать. Спокойно, друг. Я готов к тому, что ты сегодня выпустишь в меня сотни пуль. Я пришел на свои похороны. Зарой мой труп. Я весь в черном. Зови меня ген, отвечающий за огромный хуй. Я бы... Слушай, ну мне нравится, как учитают батл, да. Хорошо. И знаешь... Иногда бывают батлеры, очень плохо звучат в акапелле. То есть у них нет ни рэпа, никакой техники. Они просто говорят текст. Здесь есть рэп. Мне это нравится. Интересно, интересно. Голос пацан. Противостояние интересно. Молодость и постарше, да? У жесткого нет противостояния. Трэшака нет. Ну вроде начинает немножко. Начинает. Ну не особо нет. По-доброму все. Можно тебя наброситься. Как будто ты набросок. Ну это, блин, не круто. Я уже давно стал другим. Как будто поговорил с Наруто. Они хотят разрывных панчлай. Давай, мы тут хотим. Они хотят разрывных панчлайнов, но писать их не охота. Просто представьте какой-нибудь ворплей, который когда-то был у Полмдропова. Мне было лень писать этот текст. Вы бы это все не услышали, если бы я не взял себя за ручку и не довел дописывать. Но стоп, стоп. У меня есть тебе один вопрос, бро. Почему ты вечно в очках? Я что, твой бьет? Просто я не знаю, как еще объяснить этот факт. Почему ты всегда в своих стильных очках? Я так понимаю, перед... Интересно, ребятки, интересно, да. Правильно-ка сними очки. Зачем ты в очках? Мы должны видеть твои глаза. С нами никто и мной, как Игоря Ка. Прячь под линзами страх, если так надо. МЦ справа. А может быть, МЦ оправа. Блядь, правда. Ты думаешь, что тебе в этих линзах лучше? Наверное, шел по переходу и такой... Какие душки. А может быть, без них тебе нихуя совсем не видно? Чувак, ты выглядишь, как бета-версия Вологодского агента Смита. У всех, которые прям есть смешные моменты. Прям смешные реально. Пиздец, какая бета. А может быть, дело не в этом. Я, кажется, знаю. Давай, Калис. Кто из них находится на планете Земля нелегально? Нет. Признавайся. Признавайся. Давай, я хочу знать только правду. Сколько раз за мой раунд ты достал эту срань для стирания памяти. Ваша команда нескладная. Это сразу видно. Если бы мы с пацанами не были пацанами, у нас бы совпадали циклы. Ну, он вот с молодым парнем, который есть от 2000 года рождения, да, там ему здесь ему лет 21, наверное, там, да, наверное, батлленд старый, да. Ну, он так хорошо прям смотрится, они вместе, интересное противостояние. Ну, ребят, я не могу сказать, что он сильно мочит МЦ справа, ребят, не могу сказать. По-доброму. Пока все по-доброму, пока все гладко, ребятки. Есть там несколько панчлайнов таких, но более-менее таких, да. Но пока все ровно, ребятки, да. Интересно слушать их, ребятки. Интересно очень слушать. Сектор, да, хорошо в АКП звучит отлично, ребятки. Мне нравится. Самое главное, нет такой жести такой сильной, такой грязи вот, да. Молодцы. Мои раунды волшебные, но редко стреляют. Палочка. Ты хотел меня трахнуть, но я тебе не дам очка. Большинство Мэкстрон всегда про внешний вид оппонента, так что зрителю ж извини, просто я понятия не имею, как они выглядят изнутри. Но я легко могу, как все, нарыть фактов. Сейчас увидишь сам. Дайте мне папочку. Сейчас секретики будут. И я покажу, что она сыночка. Ух ты. Ну ты молодец. Максимально уверенный. Ведь твой уровень поражает. Будто беременная. Но вот... Но вот чего тебе не стоило делать, так это отвлекать меня от просмотра глухаря в субботу. Пока, пока я добрый. Сделай вид, что ты тут просто раздобал листовки. Ты можешь звать меня Слим. Со мной мои коты. Мы ебашим жесткий андеграунд, не глядя. Кроты. Наши баттлы, как лучший в мире сериал. Сва-ты. И мы ебем тебя. Фак-ты. Ну мне нравится, ребятки. Голос у него классный. Читают классно, да, ребятки? И интересный текст, ребят. Мне нравится текст. Мы из разных поколений одинаково не выглядим. Тебе долбазу ПМ, мне долбазу Рыбников. За этим встанут в очередь. Про срочка. Уровень не западный, но трахнет вас точно. Короче. Скидываю пацанам этот текст. Говорят, про вас точно было у Парагрина и у Джонни Боя. Хуй с ним. Да, конечно, блядь. Хуй с ним. Я думаю, Гриша не против. А Джонни Боя, блядь, спросить забыли. А ты мне спросили-то, блядь? Если кому-то еще не похер. Джонни, я взъебу тебя на дай краба, если ты будешь использовать твои будущие строки. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Раунд еще раз. Ура. Ну что скажем? Ну хорошо, молодец. Хорошо, мне нравится, да. Вот этот батл Бэт Барс. То есть там не должно быть строчки, как сказать. От них не требуется быть очень умными. Даже приветствуются такие строчки, на которые можно посмеяться. Не очень интеллектуальные, так скажем, должны быть. Бэт Барс. Бэт Барс. Ну молодцы, мне нравится, интересно слушать. С задачей справляются, да. Справляются, да, справляются. Два противостояния. Молодость и чуть-чуть постарше, да. Интересно даже, да. Скажи, вот сейчас как молодуль, молодулька, будет ему его противостоять, да. Снимет ли он очки, а мне интересно. Ну очки снял бы, да, он показал бы свои глаза. Поехали, друзья. Интересно, интересно. Сектор, 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 сектор. Это был первый раунд шектора Гагу. Ура. Отвечает старым раундом. Мцы справа, дайте шоу ему. Интересно, что будет сейчас. Погнали, йоу. Пишина. Катра Вася. О. И теперь, когда все адекватные судьи отдали голос мне, вернемся к сектору. Ого, давай. Ты выглядишь забавно. Словно пошел в универс, в надежде, что это мир танков. Ты, правда. Ты выглядишь так старо. Это тебе говорят, здесь всегда пачки. Я сделаю длинные раунды. Чтоб дух стал стоять. Ого. Молодец. И подводит тебя. Будто ты носишь. Слушай, такие легкие панчи такие, да? Вот скажи. Добрые такие, да? Ты ж все тапочки. Ого. Не можешь справиться с тем, что тебя тут считают дедом, но вчера вечером, скорее всего, ты читал газету. Все, кто реально читал. Изначально тебя хотели поставить в пару со спамом, он бы тебе в ебало кричал, мол, я, сука, убью тебя. Но ты так рьяно отказывался. Все потому, что внуки не научили тебя обращаться с компьютером. Ладно. Это смешно, да? Реально. Будешь организаться, говорить, что это не так. Ведь всем доказать тут обратное хочешь. Но когда сказали, что мы батлим в ласточке, ты пошел прибирать запорожец. Молодец, молодец. Антон заебался. Нет желания батлить. Но он не бросает свою команду, потому что для них это важно. А попав в очередь, он стоит как скопанный, даже если спереди нет никого. Он просто не хочет проходить дальше. Тебе... Нет, нет, нет. Слушай, я вот думаю, что он... Больших успехов... Добьется. Добьется, да. Потому что он реально молодец, да, скажи. Ну, что-то его не видать сейчас. Он в современных баттлах, которые сейчас выходят. Этому баттлу сколько лет, интересно? Ну, это я точно не могу сказать. Ну, мне кажется, он очень талантный. Несколько лет она есть. Он очень талантный молодой человек. Ну, мы, правда, не видели его, да? Почему не знаю? Почему не знаю? Тут, ребята, знаете, они друг друга возрастом давят. Эт молодой, его подначивает, да, ты мол, типа старый. А Эт постарше, молодой, зеленый, да? Вот очки у него, как у этого, знаете, как у кого? Как воина, как будто, молодого воина, да, ребятки? Смотри, какие очки, да? Тебе баттлить не хочется? Еще. Ведь пару лет назад ты собирался после баттлов музыку идти. И вот теперь ты снова с нами. Все потому, что сказали, что в музыку теперь можно только после 65-ти. Ой, молодец. Но в такую слаженную команду собрали вас недаром. Хочешь музыку? Скажи Пиэму. Он даст тебе бас, гитару, а... А в плане баттлов конкретно тебя едет частенько. Альцгеймер, сколько бы ты сам себя не оправдывал. Ну, сколько сектору лет примерно? Ну, сколько ему лет? Ты же даже не могу сказать. Ну, наверное, где-то... Ну, 35, наверное, да, 38. Может, меньше? А МЦ справа тогда сколько? Ну, 21. Ты же сказал, 21. Ну, я не знаю, сколько ему лет. Слушай, я не знаю, он очень молодый выглядит, ребят. Ну, я не знаю, он больно его стариком. Ну, как на старика вот гонит, да? Акцент делайся. Да, акцент. Может, действительно он такой взрослый? Ну, нет, может, лет 33, наверное. 33, 35, наверное, да, ведь вот так? Не знаю даже. Слушай, вдруг он обидится, я так сказал, 38? Ну, я не могу понять. Да он же. Потому что они, видите, вот противостояние, он больно его молодым считает, а это прям стариком считает. Не знаю. Но в такую слаженную команду собрали вас не даром. Хочешь музыку? Скажи ПМу. Он даст тебе бас, гитару, а в плане баттлов конкретно тебя едут частенько. Альцгеймер, сколько бы ты сам себя не оправдывал, сектор учил слова, но они ушли после девятого. Может, это правда тролль, что он такой старый? Я не знаю, ребят, сколько ему лет. Вот не скажу, чтобы он не обиделся. Он хорошо выглядит, очень красивый молодой человек. Ну, я не знаю, сколько ему лет, ребят. Ну, забудешь ты строки. Монтажер потом уберет. Он не даст тебе поплыть, будто запретный плот, но ест. Но если что, у меня есть телефон одного специалиста. Попросил сразу бы. Могу на нем открыть текст и тебе поподсказывать. А еще сектор трахал кучу женщин. Сказать по праздник, менял, как начатки, но каждую ебал всего один раз. Все потому, что ненавидят реванши. А вообще забавно то, что никнейм «Сектор» взял себе человек, который выглядит так, будто знает наизусть весь репертуар «Круга». Сектор вроде старого... Не, мне кажется, «Сектор» не выглядит человеком, который «Круга» слушает. Совсем, наоборот, скорее. Парри добрый, но ты так не жопори. Круга многие слушают. Не, он не похожий у человека, который слушает «Круга». Ну почему нет? Круг очень интересно слушать. И он тоже слушает. Его любимый смешарик — это Влад Пиэм. Наверняка ты собираешься доебаться до моей футболки. Но игра не стоит свеч. Если сделаешь это, я перестану поддерживать Пиэма и покупать его мерч. А в его батл рэпе-то жесть и сколько? Мне нравится, знаешь, что в этом молодом человеке? Во-первых, он читает классно, да, и он текст хорошо улучшил. Он легко читает, да. Не напрягается. Я говорю, талантливый молодой человек, да. Владик круглый, зубастый, шестеренка. А его батловом пути, и каждый в зале он наверняка что-то дознал. Он как-то раз проебал мовцу наполовину. Ведь это был полуфинал. А сектор — робот. Скажете, это вроде слегка банальная тема. Нет, нет, вы не поняли. Сектор — робот, робот, робот. Сектор — это персонаж из этого. Смертельная битва. Тебя люблю, мы так хотели. Робот, робот, робот. Я тебя включу и полетели. Комплиментарка. Комплиментарка началась в середине раунда. Но это бред паршивый, и ты почуял что-то неладное, как медведь в машине. Забавный факт. У твоих друзей по команде, в отличие от тебя, есть батлы, к которым на английском пришили субтитры. Пускай ты и робот, но Татуни сделали твои батлы переводными. А ведь он даже не знает английский. Слышишь, мразь, настало время для English Bars. Если я пью чай, значит я забираю кап. По утрам я ем оксянку, по вечерам читаю грайм. Я заряжаю слегон фингер, и ты у меня на мушке. Биг Бен открылась псих-больница. Теперь это часы с кукушкой. Че, не смешно? Это английский юмор, ты не поверишь. Молодец, молодец. Это английский юмор, ты не поверишь. Но ты не сможешь защитить королеву. Отто трахнет ее быстрее. Говорят, она не любит пить чай. Но скорее наоборот. Возраст не мешает им быть горячей. Эта девочка кипяток. На самом деле, лучше не злить англичан. Они, конечно, народ не враждебный. Но мало ли, что может нация, у которой с огромный каменный набор для дженги. А вообще все это выглядит очень нелепо. Я хуесу живу. Ведь не разбираясь в батл-рэпе, а сектор... Сектор великолепен. Повторить его никто ведь не сможет. Таких, как ты, трудно найти, будто бы ценник на мороженое. Молодец, да? Классные панчи, да? Скажи... Ребят, вот получается, Бэт Барс... Это такой текст, чтобы не обидеть соперника, да, ребят? Я так поняла. Ну, потому что они не обижают друг друга. Нет этого, понимаете? У них все легко, свободно, да, и... Без трэша, да? Я так думаю. А я вылил себе место в первом ряду и наслаждаюсь отличным видом. С людьми воздушный поцелуй. Ведь ты столица спина. Стоять сейчас напротив. В натуре мне повезло. Я отношусь к тебе, как умный письмо. Плюнул. Плюнул бы в ебало каждому, кто его в комментах обидит. А те любители батл-рэпа, батл-рэп ненавидят. Каждый еблан с дивана непременно знает, как правильно мы с тобой разные, но чем-то похожи, как принцесса Диана и дискотека Авария. Ведь ты слишком молод, чтобы звать меня батлить. Тебе же 20, а ему 31. Он подарил тебе сезон. Ребят, извините. Это ему 20, это ему 31. Да, ему 31, ребятки. Я сказала побольше, конечно, но я, ребят, не знала. Потому что он его слишком, прям на его возраст давил, давил. Я думала, действительно ему лет 35, да, ребятки? Простите. И панчи. А ты? Ну, мужчина, ты не страшно, когда старше выглядит, мне кажется, нормально. Ну, он не выглядит старше, он выглядит так, и на 31, и выглядит, в принципе. Пока он на разборках в своем ЕКБ, ты едешь батлить его прям на РБР. Тебе знают, что он ненавидит голубей. О, нет. А мой сектор батлится в команде, состоящей из двоих лохов. Я окружилась с ним на батл-площадке, а ты теряйся, как левый носок. Ну, разве есть отрывки, где ты зачитал хотя бы такси, как Денинград? Ну, на совесть, да? Все сделано. На совесть, да, да, да. Молодец. На совесть. Хорошо прочитал. Мне нравится мальчишка. И попел немного. Да, и попел, и танцевал. И фикс не разу не забыл, молодец. И шумел, да, ребят, и наезжал на него, якобы на старика, ребят. Нормально. Как называется еще раз? Бэтбарс. Бэтбарс. Настоящий Бэтбарс, ребятки. Сильно не оскорблял, не обижал своего оппонента. Видите, как они? Молодцы, молодцы. Мне нравится. Игорюх, молодец. Игорюх, молодец. Молодец, Игорюх. Целестающий второй раунд. Сектор, дайте шум ему. Второй раунд, погнали, яу. Блядь, я пожаловала кулачок только что. Зря, зря, зря. Слушаю, приветствую. Просто они немножко не состыковались. Он думал, у него один вид приветствия будет, а он по другому руку ему отправил. Ну ничего, у них же атмосфера дружелюбная. Ничего страшного. Давай, давай. Где он? Это то же самое, что когда двух мужиков в лифте руки соприкасаются. Это считается страшное дело для них. Да ты че? Нечаянно. Мц справа. Давай. Я Мц расправа. Я нагоню тут сейчас жути. Мы разные. Мои шутеры стреляют. Мои шутеры шутят. Молодец, хорошо, да? Мои раунды звучат, будто налевает кто-то игристого. Мои строки пафосные, как название нового Винстона. Молодец, молодец, нормально. Классик, экс, эс, эс, стайл, супер, слегка. Все равно у него текст интереснее, да? Вот второго. Ну все равно он как-то более немножко, как сказать? Попрофессиональнее что ли? Не так вот легко, понимаешь? А он его немножко давит, чуть-чуть давит все равно. Он же и возрастом постарше. Он его чуть-чуть на место ставит. Ну нет, мне так кажется. Смотри. Смотри, смотрим. Классик, экс, эс, эс, стайл, супер, слегка. Я изо всех своих суперсил делаю вид, что меня эта сука злит. Но прежде чем я возьму тебя на прогулку по миру боли, зла и унижений. Интересно было посмотреть сектора в настоящем, как сказать, агрессивном баттле, да? Где бы он уничтожал соперника. Вот он, видишь, он немножко все равно же агрессивный. У него маленькие проскальзывают агрессивные моментики. У МЦ справа вообще не было. Да, потому что он постарше, во-первых. Почему сектор не идет в современные баттлы? Сейчас же баттлы проводятся активно. Не знаю, не знаю. Надо его туда отправить. Поздравляю с повышением. Ведь чемпион первого сезона Дай Краба — это ты. Ты так быстро поднялся, парень. Только подумай, вот, тебя снимают. Ты уже сам читаешь. Уже сам читаешь, уже сам гласеешь. Уже сам после того, как вылетел, вернулся вдруг в турнир. Сынок. Ты кому звонишь? Я напротив наблюдаю, будто свою молодость, мы же прямо сейчас можем причесаться одной буквой из Макдональдса. И ты представляешь Дай Краба, потому что, ну, просто хочу, я представляю Дай Краба, когда жестко дрочу. Я же говорю, он хожу еще немножко, да? Шучу. Не хочу оставить ребенку страшную травму. Вместо этого раунда я собирался исполнить песню Басты Сансара. Да. Ну, не так уж мы и похожи. Я никогда не одевался так странно. Чувак, ты выглядишь, как одна из участниц пацанок. Молодец. Что это за футбол? Я хочу, чтобы Сектора позвали в батл, где надо уничтожать. Вот, уничтожать. Это было бы кому-то посмотреть. Уничтожение, это как называется? Уничтожение? Да. Когда уничтожают? Да, это называется у нас так. Бэт барс, бэт барс. Бэт барс. Друзья, как называется программа, где идет уничтожение соперника? Я имею в виду словами, ребятки. Как называется? Вот это вот бэт барс называется. Да. Когда они не задевают вот такое, ну, такое сокровенное, да? Просто поверхностное, да, ребятки? Например, ты кусочек пиццы, ты чайный пакетик. Да, да, ребятки. Тут же на это же не обижаются они. А как называется уничтожение? Мне интересно, ребятки. И мне охота, и мне интересно вот этот молодой человек, да? Сектор. Сектор, да. Вот есть он сейчас в современных, в новых баттлах, или он нет? Не видно его, но я что-то его не помню, между прочим. Где ты ее взял? Ну, он уже сказал. Да, чувак, это же твоя. Мне нравится футболка. Я не тоже, знаешь. В большом желании в ней можно и жить. Или ты всегда готов к ситуации, в которой ты будешь падать с большой высоты. Да, да, и чтобы она летела. Я зря пиздел на очки, ведь хотя бы, ну, они поразмешивают. Ты мне знаешь, что нравится? Вот молодой человек, вот этот, да? Игорь, да. Он так воспринимает все легко, да? Не нравится его профессионализм. Ему 20 лет, но он настолько профессионально отработал. Даже очень круто он все сделал. И он сам по себе очень такой добрый молодой человек. Нет, ну, он хорошо читает рэп, все ритмично, в быстром темпе. Он профессионал большой. Мне это так нравится. Он ему говорит, а он улыбается. Ну, нет, он как рэпер очень сильный, на самом деле. Молодец. Умничка. Сувак, я зря пиздел про очки, хотя они тоже не по размеру. Ты как терминатор, который сказал, мне нужна твоя одежда, Максиму Фадееву. Если бы, если бы эту плащ-палатку носил на себе Питер Паркер, пока он переодевался, у боблины бы уже разрядился глайдер. Но, но стиль не важен, когда владеешь магией. Все так, бро. Я давно тебя раскусил, сканируя каждое твое слово, будто я сканворк. Да, с первого взгляда, МЦ справа обычный батл рэпер, но вот и будет момент, и он начинает читать мысли оппонентов. Он закидывает барсами. В тот момент, когда врага почти подвел под монастырь, он начинает кастовать. И ты думал... Ты думал, что краш-тест это конкурс красоты. Слушай, а у него потенциал какой, а? У него какой потенциал у сектора, смотри, как он умеет, а? Да, 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 да. А бля, какая улыбка недобродушная. Я не буду выступать, сука, откуда он узнал? Думаешь, о том же, о чем и я? Ты уже прочитал мою мысль? Я тоже не знаю, почему наша команда не называется «Шумписик». А сейчас я думаю про Майдадыра. Сколько же удивительных событий. Вся страна смотрела мультик, где главным героем был смеситель. Не лезь... Не лезь в мою голову, ты не готов к этой жути, малец. Мы вернемся к этому разговору, когда у тебя тоже будет деменция. А сейчас я хочу убедиться во всем по-настоящему. Давай, не томи, что в черном ящике. Докажи нам, что тут трое страстное. Интересно, что сектор он и самой Руни включает. Молодец, он так интересно построил текст. Секрет какой-то интересный, давай посмотрим. Не знаешь? Так и думал, брат. Так и думал. Че там? Че это такое? Футболка. Ладно. Перформансы это, походу, не мое. Не знаю, может, это футболка МЦ справа. Размерчик вроде... Похуй, тебе по-любому подойдет. Но сейчас мы не будем возвращаться к твоему стилю. Мы с Игорем не враги, он модератор на моих стримах. И пусть ты рисуешься на своих партах. Члены. Как модератор ты достаточно надежный. Стены. Но по закону жанра я должен сказать, что как модерн ты ни о чем. Верно? Ты вечно синий с гаечным ключом. Вены! Так, стоишь тут, деконструируешь мой образ. Хоть знаешь, что всего этого я не люблю. Разве за этим я дал тебе этот гаечный ключ? Я не понимаю, чего ты добиваешься? Ты моей хочешь смерти? Да нет. Попытки пустые, как все полки в морозилке, кроме первой. Да. Че еще? Кого еще дадут оппоненты? Честно, даже не знаю. Ждем мы инвент. Забе против Аданая. Че ты ждал от этого батла? Что после него в живых никого не осталось? Будто он трехлитровая банка, а я анус. Ну, такого не случится. Йоу! Йоу! Так, да ты видео не видел, простите. Умерли все в конце. Но такого не случится. Это очевидно, пиздец. Игорь, респект. Неважно, кто из нас выиграет здесь. Я надеюсь, в твоей жизни наступит тот великий момент, когда ты сможешь прохрустеть шеи Гиннер Белл. Когда ты сможешь прохрустеть шеи Гиннер Белл и забить на все хер. Поебать, кто напротив. Ааа, и забить на все хер. Ага. Поебать, кто напротив. Мы всегда ждем тебя, чувак. На Дай Краба особенным. Ну, а сейчас я чувствую себя, как бабка, которая не думает, куда выставлять ногу в автобусе. Я не сомневаюсь в проходе. Роу! Все там! Все там! Все там! Все там! Все там! Все там! Это был второй рамп сектора Гагва! Очень пиздатый и позитивный батл, который пришла пора отсудить. Вот правильно он сказал, позитивный батл, да? Скажи, добрый, без всякой гадости. Да, ну просто, да. Вот именно, как ты это называешь? Бэт Барс. Бэт Барс. Это формат такой, да? Да, настоящий Бэт Барс, ребятки. Еще вот, например, сектор Газа, например. Что-что? Вот сектор. Ничего не сказал. Вот этот сектор, да, на этого молодого человека наезжал бы такими страшными словами. Да, нехорошо. Он бы смотрел. Они по возрасту как-то, ну знаешь. Ну, хорошо они смотрели, все равно интересно. Первый голос у нас отдаст чувств тот человек, которого вы очень сильно полюбили. Как, ну, что-то возьмем первое место. Блин, мне кажется, сектору дадут первое место. Он все равно пожестче был. Ну, сектор пожестче, да. Хотя МЦ Справа такой, ну, хороший петель я не создал, классно выступал, молодец. Короче, первый раз МЦ Справа много было прикольных заходов. Часть суши запомнил. И удалось. Вообще прикольно, да. А, значит, Сектор первый раунд была просадочка. На мой взгляд, на этом Man in Black что-то как-то прям потух немножко. Но много офигенных этих панчей через тире, блять, то есть разъебывающих. Ну, побольше, чем у Манька. И качество юмора у Сектора в первом раунде все-таки посильнее. То есть это более... Ну, посильнее, что говорится, посильнее. Нет, пожестче были у него. У Сектора пожестче, да. Как-то тоже стабильно шел, но, вот, знаешь, запоминающихся ярких заходов было меньше гораздо. Вот Сектор с перфомансами прикольно, да, и с коробочкой, и вообще со всем остальным. То есть он тем же арсеналом добивал именно во втором раунде прекрасной фонлайна. Ну, пожестче был, что говорили? У меня с малым перевесом первый раунд забирает Сектор, и с большим, побольшим перевесом Сектор забирает второй. Один раз. Второй голос. Наш барабанщик. Серж, дайте шамьем. Да, в принципе, все правильно сказалось, что я и думал. Мне понравился очень первый раунд НТО справа. Прям очень было много даток заходов, да, с которых будет. Про часть суши, да, это вообще было шикарно. Да, да, да. Больше вот у Сектора, может быть, не было настолько разрубленных, но их, как бы, было больше, мне кажется, по всему раунду. Но в целом, оно было примерно рано. Там прям 51-49, там куда дашь, тебе все равно за хуй сусит. Вот я не люблю. Тут такое. По второму, мне показалось, что у МЦ справа было остаточное какое впечатление осталось у зал от первого раунда, от охуенного. И на втором раунде МЦ справа больше шумели вот именно на остаточном вот этом вот. По самим пончам было чуть уже послабее на контракте с первым. У Сектора было все так же, в принципе, стабильно и где-то там 60 на 40 у меня больше ушел до Сектора. Поэтому мой был до Сектора. Третий голос. Монтажер Баттл в РБ Уилья Попско. Это дебют или их судейство пошли? На самом деле охуенный Баттл с обеих сторон. Я сначала хотела как-то пытаться подсчитывать какие-то взрывные моменты, но их в итоге было настолько дохуя, что хуй знает, как именно по взрывным моментам отдавать. И, наверное, единственное, за что я могу зацепиться в плане того, кому отдавать голос, это второй раунд, который, на мой взгляд, от МЦ справа чуть-чуть буквально просел, а у Сектора как будто Сектор только разогнался и все больше и больше ракидывал. Дри, что ли, голос Сектора? Четвертый голос! Сволочи 2 снимает по нему Виктор Коломойский Декис. Обязательно посмотрю Голочки 2. Я только раз за что там ситуация стоит. Да. На самом деле мне показалось, что это такой сложный баттл и в какую сторону не отдать, скажут, что блядь, я опять хуйнюку намолоде. Вообще без вариантов. В общем, поскольку 3 судьи уже голос отдали, мне будет гораздо проще. Мне, короче, показалось, что оба раунда участников были пиздатые и вот здесь действительно не тот момент, когда кто-то сделал сильно слабее. два раунда МЦ Справа по количеству всяких шуток и по хронометражу мне показалось, что у МЦ Справа это было чуть-чуть получше. Голос за МЦ Справа. Молодец. Спасибо, молодец. Молодец. МЦ Справа тоже хорошо выступил. Он тоже хорошо выступал. Обязательно голоса надо ему. 4 только будет голоса, да? 3-1 нас по счёту. Я скажу по батлу быстро попробую раскидать первый раунд МЦ Справа. Вообще у них батл получился очень прекрасный, позитивный, крутой, милый. Да, да. Очень классика у Бэтбарс, кучей каких-то подвязок друг к другу. Видно, что ребята давно, так скажем, в отношениях как-то я имею отцовско-сыновских, батл-рэперских и всего вот этого прочего. Это невероятно круто, когда вот ты спрашивал меня, что я ожидал от этого батла, вот именно этого я ожидал. Не какой-то там ебать классного юмора и классного батла по шуму динаме. По раунду раундов очень классный первый раунд у МЦ Справа, очень много ярких моментов. И я по первым раундам у ребят вот честно думал, в чью сторону и наверное даже на несколько, буквально плюс-минус на 1-2 процента я думал, что из-за МЦ Справа. Но очень равные первые раунды, на мой взгляд, очень плотно. Во втором раунде действительно вот эта просадка случилась у МЦ Справа. Там были классные панчлайны, которые я перечислять не буду, а Сектор, чем не то чтобы удивил, ну как бы в каком-то смысле удивил после очень классного первого раунда. Второй он сделал еще лучше, на мой взгляд. И я бы не отдал голос престижа в любом случае. И я считаю, что победил Сектор 4-1. Ну мог бы ему сейчас справа на сборность. Это было бы юмористово-переподителем Турсома не дайте шуму подражать. Ребят, давайте я скажу. Ребят, я не знаю почему, но мне вот молодой человек МЦ Справа. Справа. Мне он больше понравился. Больше понравился. Хоть что говорите. Это молодость. Он молодой. Он так все позитивно делал. Он так классно делал. Он тоже мог бы жесткача дать. Если бы задача такая стояла. Если бы ему была задача жесткача дать, мне кажется, он не уступил бы. Не уступил бы, ребятки. Да, не уступил. Да, нет. Шикарно. У него все с улыбкой было и на позитиве очень. И он, знаете, на него смотришь приятно. Такой лучезарный. Да, лучезарный молодой человек, ребятки. Не обижайтесь. Но сектор тоже большой профессионал. Сектор тоже профессионал, конечно. Он, как и постарше, он немножко трешака давал. Ну, потому что он, наверное, постарше, наверное. А вот этот молодой человек, он как-то, ну... Он мог, конечно, делать, но он не хотел это делать, мне кажется. Ну вот. Ребят, победила дружба. Вот дружба. Мне этот мальчик очень понравился. И сектор молодец. Пока, друзья.